Добрый день! В эфире 12 канала «Час новостей» в студии Регина Абузарова. И вот главное в этом выпуске. Тысячи человек эвакуировали. Тревога в торговом центре на Комарова оказалась неучебной. Первый капремонт за полвека. Подрядчик, который начнет работы на мосту 60-летия в ЛКСМ, оценил состояние сооружения. В отпуске и сразу на новоселье. Сколько участников СВО из числа детей-сирот уже смогли получить ключи от новых квартир? И как собираются обживаться? Рассказать о своих переживаниях с большой сцены. Мы справились с такими проблемами, а с этой, господи, да справимся. А мечи с онкозаболеваниями поставили спектакль. Оделив фирменную форму, даже лайнер в Омске приземлился, динамолет. А как авангард подготовился к встрече с соперником? В Омске эвакуировали людей из торгового центра. Видеоочевидцы сняли около одного из комплексов на Левобережье и выложили в социальных сетях. После того, как все люди вышли на улицу, сотрудник службы безопасности попросил их отойти еще на 10 метров, пояснив, что тревога неучебная. Как сообщили в полиции, причиной эвакуации стало сообщение о подозрительном предмете. Проверка показала, что ничего опасного в здании нет. Сейчас торговый комплекс работает в обычном режиме. Компремонта не было ни разу. Подрядчик рассказал, в каком состоянии сейчас находится мост имени 60-летия в ЛКСМ. Капитальное сооружение с момента постройки в 1978 году даже ни разу не красили. Максимум меняли дорожное полотно. Также специалисты отметили, что из-за неправильного устройства водоотведения вода и грязь с моста стекала по опорам и деформационным швам. Повсеместно видна коррозия металла, опорные части швы и теплосеть, проходящая под мостом, требуют замены. Напомню, что стартует масштабная реконструкция в ночь на 24 ноября. Для проезда останутся 4 полосы из 6. Это вдвое больше, чем при ремонте Ленинградского моста. Полностью обновить сооружение планируют за два года. Чтобы снизить транспортную нагрузку на Левобережье, специалисты в ближайшее время намерены открыть часть бульвара архитекторов от проспекта Комарова до улицы 70 лет октября. Также для удобства мячей скорректируют и продлят маршруты общественного транспорта. Сезон ОРВИ в регионе пошел на спад. Об этом свидетельствуют последние данные, опубликованные Роспотребнадзором. Показатель заболеваемости почти на 7,5% меньше эпидемического порога. При этом в некоторых классах все же продолжается дистанционное обучение. На сегодня закрыты 37 классов в 21 школе и 29 групп и в 18 детских садах. Но стоит отметить, что ни одно образовательное учреждение не закрыто полностью, как это было раньше. От гриппа привито свыше 900 тысяч человек. В том числе 280 тысяч детей. Это больше 82% от плана. Устроила себе шопинг за чужой счет. Амичка обокрала сразу несколько магазинов парфюмерии и техники. Под курткой она выносила ноутбуки и косметику. Поймать женщину удалось после кражи в супермаркете на улице 70 лет октября. Там она похитила очередной компьютер стоимостью 55 тысяч рублей. На допросе жительница Кировского округа созналась, уже продала его за 15 тысяч в одном из ломбардов. А вот косметику и парфюмерию она сбывала прохожим. Амичке грозит до двух лет лишения свободы. В отпуск со службы на собственное новоселье в Омской области участникам СВО из числа детей и сирот выдают ключи от квартир в приоритетном порядке. Вопрос находится на личном контроле губернатора Виталия Хаценко. Квадратные метры для сирот приобретаются в рамках госпрограммы создания условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем, которые реализуются по поручению президента России. Подробности в нашем материале. Амич Вадим Андрюков заботливо придерживает дверь своей нареченной маме. Валентина Ивановна – опекун парня, который остался в детстве сиротой. Сейчас боец СВО в отпуске по ранению. Скоро снова за ленточку. Это моя гордость, это мое продолжение, это мое старость. Я его просто жду и просто помогаю ему здесь, пока он защищает меня там. До отправления осталось несколько дней. Нужно еще многое успеть заказать мебель для новой квартиры и выбрать занавески. Отделка под ключ радует бойца больше всего. Самостоятельно клеить обои и прививать клинтуса ему точно некогда. Квартиры в этих новостройках уже с ремонтом. Дом был сдан в прошлом году. Я был вообще в шоке. Нет, я правда не знал. Мне сказали, вот ты получаешь квартиру, потому что как участник СВО у тебя очередь еще быстрее продвинулась. Многим помогают, многие получают. Вот у меня товарищ тоже, одноклассник мой, он получил месяц назад квартиру в этом же районе. Вопрос обеспечения жильем участников СВО из числа детей-сирот находится на личном контроле губернатора Виталия Хаценко. У таких ребят приоритетное право. Данная мера поддержки, именно приоритетное право, появилась у данной категории лиц в 2023 году. Данная норма была введена федеральным законодательством. За 2023-2024 год данной категории граждан, именно ребятам, участникам спецоперации, было предоставлено 41 жилое помещение. Ну а всего для детей-сирот с начала года было приобретено почти 260 квартир. Большая часть из них уже обживается на новом месте. Остальные отпразднуют новоселье до конца года. Также ведется заключение госконтрактов на приобретение 10 новых квартир в Таре по результатам электронных аукционов. Также в регионе действует и другая мера поддержки в виде получения жилищного сертификата, с помощью которого можно купить жилье на свой вкус и сразу в собственность. Наталья Змага, Виктор Осинцев, 12 канал. Омская область получит 7 миллиардов рублей на модернизацию образования в 2024-2027 годах. Планируется отремонтировать 71 школу, 16 детских садов и 9 зданий колледжей. Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, наш регион вошел по стране в тройку лидеров по количеству вновь отобранных социальных объектов. Глава региона намерен контролировать качество всех работ. Напомню, Министерство просвещения полностью одобрило заявку Омской области. Благодаря этому в списке оказалось больше учреждений, чем планировалось. В частности, в числе колледжей, которые будут отремонтированы в ближайшие три года, авиационный, технологический, медицинский, инновационных технологий, а также колледж экономики и коммерции. Их объединяет не только любовь к искусству. На сцене Пятого театра премьера спектакля «Секунда и дом». Главные роли играют непрофессиональные артисты-амички с непростой судьбой и тяжелым диагнозом. В основу легли известные классические произведения в связке с личными историями участников проекта. А главное, в каждой сцене отражение внутреннего мира. Подробнее в нашем сюжете. Мы справились с такими проблемами, а с этой, господи, да справимся. Эти женщины никогда не выступали на сцене, не работали с известными режиссерами и сценаристами, и не знают, как правильно играть роль. Но сегодня каждая из них в образе, прическа, макияж и наряд. Наталья Васина сейчас помогает перевоплотиться участницам проекта, но и сама через считанные минуты выйдет на сцену. Представит отрывок из книги «Старика моря». История и близка героине. Женщина пережила рак. Несколько раз были рецидивы. Каждый раз находит новую одушину. В этот раз театр. Но я все равно ее одолею. При всей ее величине и при всем ее великолепии я докажу, на что способен человек. Новое амплуа примерили 9 амитчик. Личная история у каждой. Кто-то сам боролся с опасным заболеванием, другие поддерживали родных во время лечения. Женщины признаются, даже стоять за кулисами волнительно. А впереди полный зал гостей. Это и заставляет отбросить сомнения на второй план. Тема острая, действительно. Но хочется донести людям, что в любой ситуации можно жить дальше и радоваться этой жизни. Вот в этом посыл нашего проекта и мой лично. Символичное название спектакля «Секундой до». Это часть социального проекта помощи онкобольным и их родным «Я улыбаюсь жизни». Он реализуется в Омске уже 10 лет. Объединяет волонтеров, разных консультантов, врачей и психологов. Иногда такое бывает, что у человека есть семья, друзья, близкие. У кого-то рядом может никого не оказаться. Но когда мы в кризисе, нас могут не понять даже самые близкие люди. А те, кто прошли похожие испытания, они точно рядом, они знают, какие слова нужно сказать. Каждое произведение участницы проекта выбирали сами. Позади месяцы репетиций. Но главное именно в них – отражение внутреннего состояния. И оказалось, что произведение, которое в общем-то даже, наверное, совсем про другое, но после пережитого вот этого вот состояния, после вот этих вот эмоций, воспринимается иначе. И там между строк заложены такие смыслы, которых раньше ты не считывал и не видел. В конце каждой мини-истории бурные овации. Можно с уверенностью сказать, спектакль превзошел все ожидания. И точно не оставил равнодушным ни одного зрителя. Когда появляется возможность сделать то, что хочешь, на эти дела ты можешь платить запасы силы или прибыли. Роман Казанцев, Сергей Пайхалов, 12 канал. И вот какие материалы сейчас готовят мои коллеги. Смотрите в перерывах хоккейного матча и в итоговом выпуске «Часа новостей» в 22.30. Впервые столкнулся лицом к лицу со своей жертвой. Не знаю, что она это. В Омске судят телефонного мошенника, который, не выходя из дома, выманил почти 3 миллиона рублей у пенсионеров. Не важно, чтобы он все деньги отдал мне. Больше мне ничего не надо. Какое наказание грозит обвиняемому? И почему за подозрительные звонки теперь судят даже операторов связи в материале Валентины Шемякиной? Царская охота в 21 веке. Давай, 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 давай. Или когда вместо ружья только собака. Вот такой поводок, который дает возможность охотнику быстро спустить собак, если те заметили дичь. О традициях благородной охоты на омских просторах Константин Лондон. Засияет по-новому. В этом году у нас появится персонаж, который в прошлом году отсутствовал. Это Снегурочка, да? Она вот в компании «Бедоморозы», «Снегаика», «Елки». Для самого большого сооружения Омска готовят новогоднюю иллюминацию. Здесь установлено более 9 тысяч светодиодных светильников, 12 прожекторов, медиафасад. Благодаря такому техническому оснащению планируют создать и множество других сюрпризов. Кто и как разрабатывает эскизы подсветки на телевышке, расскажет Анна Лукенец. Самый большой каток в Омске откроется уже в эти выходные. Лед полностью готов. В центре площадки установлена новогодняя ель. Территорию украсили километрами гирлянд. Позже установят и светящиеся арт-объекты. Площадь почти 13 тысяч квадратных метров. Это примерно как два футбольных поля. Подготовка к открытию началась еще на прошлой неделе. Первый слой льда специалисты начали заливать вручную. После привлекли спецтехнику. Для мячей на протяжении всего сезона запланирована обширная программа, мастер-классы, шоу-аниматоры, а также розыгрыш призов. Ну а расписание, когда стадион будет открыт для традиционных зимних катаний, руководство «Красной звезды» опубликуют в ближайшее время. Омские ветераны спецоперации завоевали три золотых медали на Всероссийском кубке защитников Отечества. На федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае встретились 200 участников из 62 регионов страны. Состязания проходили в течение трех дней. Среди дисциплин, волейбол сидя, пулевая стрельба, стрельба из лука, настольный теннис, пауэрлифтинг и армрестлинг. Первый кубок защитников Отечества стал значимой частью Всероссийского календаря соревнований в паралимпийском движении. По итогам турнира мяч Вадим Чумляков занял первое место в пулевой стрельбе. Сразу два золота в армрестлинге завоевал Владислав Шинкарь. Наша задача, в том числе, кроме того, чтобы их привлечь, чтобы их заинтересовать, наша задача обеспечить их современными техническими средствами реабилитации, современными протезами. У нас есть ребята, которые бегают в марафоны, которые встают на сноуборды. И вот эти направления, то есть доплата до сертификата, когда они получают высокофункциональный протез для обычной жизни, и плюсом мы еще выдаем спортивный протез именно для занятий спорта, который подбирается персонально, индивидуально. Это работа фонда защитники Отечества. В Омске приземлился. Динамолет, лайнер авиакомпании «Белавиа» привез в Омск хоккеистов минской команды. Самолет брендирован в цветах хоккейного клуба. На фюзеляж нанесены стилизованный белорусский орнамент и изображение зубра. На киле белый василек – знак авиакомпании. Как сообщается, покраска динамолета заняла 13 дней. Для новой ливреи понадобилось 80 литров грунта, 153 литра краски и около 100 литров лака. Цель прилета, безусловно, спортивная. Сегодня ястребы сразятся с минским «Динамо». Тем временем состав нашей команды пополнился новым центральным нападающим. «Авангард» заключил контракт до конца сезона с 26-летним Майклом Маклаудом. Форвард начинал этот сезон в составе «Бориса» из Астаны. В свое время он был выбран на драфте НХЛ под высоким 12 номером. В составе молодежной сборной «Кананды» Баклауд стал в 2018 году чемпионом мира. В «Авангарде» новичок взял себе 9 номер. Сегодня Маклауд не сыграет за Омск, зато появится на льду другой новобранец – 31-летний форвард Наиль Якупов, перешедший в стан ястребов из Кунелуня. Прямая трансляция матча на нашем канале в 19.15. Не пропустите. Брать пример с чемпионов – почти полторы сотни юных стрелков слетелись в наш город со всей страны, чтобы принять участие в турнире имени двукратного триумфатора Олимпийских игр Виталины Бацарашкиной. Получить бесценный опыт состязаний всероссийского уровня и заветную медаль из рук легендарной спортсменки – мечта каждого участника. Какие качества необходимы для покорения мирового Олимпа – в сюжете нашего спортивного обзревателя Алексея Дарьева. Крепкая рука, зоркий глаз и железные нервы. На словах рецепт успеха в состязании стрелков звучит достаточно просто. Но вот воплотить его в жизнь невероятно трудно. Ну а уж для того, чтобы стать двукратным олимпийским чемпионом, необходимо сочетать в себе как талант, так и огромную работоспособность. То есть именно те качества, которые позволили подняться на вершину мирового спортивного Олимпа нашей землячки Виталине Бацарашкиной. Я пропадала на сборах, на тренировках и вообще не видела, можно сказать, семью. Постоянно где-то была в разъездах. А детям, которые вот сейчас подрастают, хочу пожелать, чтобы им было в радость то, чем они занимаются. Почти полторы сотни юных стрелков, приехавшие в Омск на первые всероссийские соревнования по пулевой стрельбе на призы Бацарашкиной, мечтают повторить путь великой спортсменки. Две недели назад я выполнил кандидата мастера спорта. То есть заряжены эти соревнования на полную, побеждать. Первый он проводится в таких прекрасных условиях в городе Омске. Я сам впервые здесь, в этом городе. Ну в принципе нас встретили очень хорошо. То есть организация на высшем уровне. Я готов выступать в своем личном упражении, на собственно которое я приехал. А пневматический пистолет 60-го стрелка. Наш регион еще никогда не принимал соревнования по пулевой стрельбе столь высокого уровня. Ребята из Новосибирска и Кемерово, Челябинска и Екатеринбурга, Иркутска, Омска, Томска, других республик и областей мечтают показать себя перед глазами триумфатора Олимпийских игр в Токио и ее тренера. Конечно очень здорово, что у нас есть такая спортсменка, что мы ее считаем практически дочерью. Стрелковая дочь, так мы ее и называем. Очень приятно. Я надеюсь, что здесь будет дан такой стимул, мотивация спортсменам для достижения высоких результатов. Получить приз непосредственно из рук одной из величайших спортсменок в истории пулевой стрельбы. Можно ли мечтать о большем? Поэтому настрой у ребят решительный. Хотят показать максимум того, на что они способны. Эти соревнования очень большие по своим масштабам, потому что здесь собрались участники из всех регионов Российской Федерации. На этих соревнованиях я хочу показать, чему я научился и добиться каких-либо успехов. Имена победителей турнира станут известны в четверг, 21 ноября. А вот проигравших, и это ясно уже сейчас, не будет. Все без исключения ребята получат бесценный соревновательный опыт и зарядятся чемпионской энергетикой знаменитой мечки Виталины Бацарашкиной. Алексей Дарьев, 12-й. И последнее. Дед Мороз из Большеречи уже отправился в первую прогулку на санях по снежному лесу. Кадрами поделились сотрудники музея Старина Сибирская. Так они готовятся к открытию владений зимнего волшебника. Напомню, для мечей организуют так называемое Морозово царство. Это большое интерактивное пространство. Там будут играть спектакли и проводить мастер-классы. Сотрудники придумали несколько новых игр, например, в Валенкобол и волшебные колодца. Мы уже предвкушаем все эти мгновения, все эти дни. На протяжении полутора месяцев мы будем встречать наших гостей. Уже с 15 декабря сибирские владения Деда Мороза откроют свои двери для больших и малых ребят, для взрослых и детей. Далее прогноз погоды. Но все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Рутубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. И о погоде. Завтра, 20 ноября в Омске переменная облачность. Ночью минус 7, минус 5. Днем до минус 2. В районах облачно с прояснениями. Ночью минус 11, минус 8. Дневная температура до 4 градусов ниже нуля. Ветер южный. 2 метра в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба. На этом у меня все. До встречи на 12 канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин